Утилитарное купе всегда вызывало неоднозначные эмоции у всех, кто видел его впервые. Имея переднюю часть от спортивного купе, а задний кузов как у пикапа, ют, можно сказать, был кентавром в мире автомобилей. Модель El Camino от компании Chevrolet была из этой серии. Имея довольно мощный мотор, El Camino наравне с Chevrolet Chevrolet называют маслкаром. Однако задняя часть автомобиля говорит нам о том, что это все же маслтрак. Предлагаю вместе со мной разобраться, чем все же является данная модель Chevrolet с прекрасным названием El Camino, что в переводе с испанского означает путь, а заодно и познакомиться с историей этой модели. Для того, чтобы лучше понять этот автомобиль, давайте определимся, что такое маслкар и маслтрак. У российского автолюбителя образ маслкара ассоциируется с мощным американским автомобилем. Но не каждый мощный американский автомобиль можно назвать маслкаром. Сами американцы до сих пор спорят о правильном определении, но основными критериями точно можно назвать следующие. Это должен быть среднеразмерный двухдверный автомобиль с задним приводом. Двигатель должен быть установлен один из самых мощный в линейке автопроизводителя. Немаловажным будет доступная цена и год производства в период с 1964 по 1973. Маслкары в основном служили фундаментом автопроизводителей для участия в соревнованиях по дракрейсингу. Собственно, для таких же нужд создавались и маслтраки, которые стали популярны чуть позднее. С определением маслтрака все намного проще. Это пикап с мощным двигателем под капотом. Хоть свою популярность он и получил уже на заре 20 века, некоторые все же считают первым маслтраком именно Эль Камино. Довольно распространенная легенда гласит, что первый ют попросили создать австралийские фермеры, которым нужно было ездить как в церковь по воскресеньям, так и по своим фермерским делам в будни. Чем им не угодил пикап, непонятно. Возможно, отсутствием должного комфорта. Все-таки тогда это был абсолютно утилитарный автомобиль, но скорее причина была в другом. На пикап кредит фермерам давали, а вот на комфортабельное купе может быть уже нет. Австралийское подразделение Форда, а именно их фермеры попросили создать ют, выпустило свой Форд купе утилити в 1934. GM вступил в борьбу сразу. В 1935 компания Холден выпустила свое утилитарное купе на австралийский рынок. Американский же рынок долго присматривался к ютам, пока в 1957 Хорд не выпустил свое ранчеро. Это был смелый шаг, учитывая то, что американцам показали совершенно новый сегмент рынка, который они еще не видели, и от которого они в итоге остались в восторге. GM в течение двух лет следил за продажами ранчеро и размышлял о выпуске конкурента. Конечно, идея создать свой ют у них появилась еще в 1952, но до полноценной разработки так дело и не дошло. В то время General Motors зарекомендовал себя как автогигант, который просчитывает каждый свой ход и никогда не рискует впустую. Поэтому намного чаще шаг в неизвестность делал Форд, иногда совершая маленькую революцию на американском рынке. Вспомнить хотя бы как стал популярен в свое время Мустанг в новом классе поникара. После двух лет наблюдений, Chevrolet в 1959 выпускает свой ют. El Camino первого поколения был основан на двухдверном универсале Chevrolet Brookwood. От Brookwood ему достается X-образная рама, а также совершенно новый дизайн все линейки Chevy 59 года, задней частью в виде плавников и задними фонарями в виде кошачьего глаза. Стилистическую внешнюю ливрею El Camino позаимствовал у Bell Aero, а внутреннюю отделку у Chevrolet Biscayne. GM-овцы попытались совместить роскошь купе и утилитарность пикапа. Броскому внешнему виду, кондиционеру, радио и ремням безопасности противопоставили полностью стальной кузов и грузоподъемность до 520 кг. Американский рынок на рубеже 60-х был настолько быстро растущим и изменяющимся, что сами производители порой не успевали за тенденциями. Если сейчас одно поколение может выпускаться от 7 до 10 лет, то в то время этот срок был от 3 до 5. И это при том, что почти каждый год автопроизводитель вносил изменения как во внешний вид, так и в техническую часть автомобиля. Некоторые были настолько радикальными, что вполне можно было назвать их новым поколением. Вот и El Camino уже в 60-м получил переработанный внешний вид. Передняя часть стала строже. Убрали брови, добавили противотуманные фары, а вместо задних кошачьих фар появились два фонаря в виде бинокля. Плавники немного подрезали. Линейка двигателей первого поколения была представлена в количестве трех штук. Самыми топовыми двигателями были два V8. Первый это Smell-блок объемом 4,6 литра. Большой удачей было то, что в El Camino были доступны все версии этого двигателя. С двухкамерным или четырехкамерным карбюратором. С двойным карбюратором по четыре камеры каждой. А также версия с механическим впрыском топлива Ramjet. В зависимости от спецификаций, мощность этого двигателя варьировалась от 170 до 290 лошадиных сил. Вторым V8 был Big Block на 5,7 литра. Как можно заметить, производители уже поняли, что за счет бесконечного увеличения объема двигателя, максимальную мощность сильно не поднимешь. И поэтому начали играть с топливной смесью и степенью сжатия. Так и у Big Block была версия с тремя четырехкамерными карбюраторами. Мощность двигателя в этой версии достигала 335 лошадиных сил. Самым слабым звеном стал шестицилиндровый рядный двигатель объемом 3,9 литра. Несмотря на столь большой объем по нынешним меркам, мощность двигателя составляла всего 135 лошадиных сил. Но его заслуга была в другом. Это был один из самых неприхотливых и надежных двигателей за всю историю марки. Эта рабочая лошадка была настолько популярна, что на одну продажу V8 приходились 2, 3, а то и 4 рядника. А тот факт, что этот двигатель выпускался практически 72 года в разных модификациях, говорит сам за себя. Несмотря на то, что это было утилитарное купе, APA все равно квалифицировала его как пикап-трак, что не помешало Эль Камино разгромить Ford Ranchero в первый год продаж. График наглядно показывает, насколько был велик разрыв, но все резко поменялось на второй год производства, когда Ranchero перешел на более дешевую платформу Falcon. Разрыв остался почти таким же, но уже не в пользу Эль Камино. В начале 60-х продажи Ford Ranchero показывали стабильные 20 тысяч экземпляров в год. Видя это, дилеры Chevy захлебывались слюной. Они не могли поверить, что GM просто так взял и сдался после одного неудачного года продаж. Они надеялись, что это просто такой стратегический ход, и у General Motors обязательно есть какой-то план. И такой план был. Хорошим его, конечно, не назвать. У них была идея. Идея создать Эль Камино на базе дешевого автомобиля. Когда пришлось отказаться от продажи Юта первого поколения и приступить к разработке нового, команда инженеров была застегнута врасплох. Идея сделать Ют так же, как и Ford на базе дешевой модели, конечно, пришла сразу. Тем более, что конкурентов Falcon выпустили еще в 1960-м. На базе Carver уже в 1961-м был выпущен Carver M-Sight. Пикап с задним моторным расположением двигателя. Именно из него и хотели сделать новый Ют от Chevrolet. Но Ford и ему нашел конкурента. Ford Econoline в кузове пикап. Видео про него, кстати, вот тут. От идеи на базе пикапа пришлось отказаться. Затем команда инженеров попыталась сделать Эль Камино на базе Chevy Nova. Новой модели, анонсированной в 1961-м. Но из-за неподходящей конструкции и от этой идеи отказались. Тогда Chevrolet решили создать совершенно новый среднеразмерный автомобиль. И заложить в него основу для Эль Камино. Из кладовки достали старую, забытую платформу A-Body. И на свет в 1963-м появилось двухдверное купе Chevrolet Chevelle. Кроме кузова купе, он получил кузов седана, кабриолета и универсала. Именно кузов универсала стал основой для нового Эль Камино, увидевшего свет в 1964-м году. Автомобиль получил не только платформу и внешний вид Chevelle, но и всю его цветовую гамму. Отделка салона первого поколения была в одном единственном, но очень броском варианте. Второе же поколение предложило сразу несколько стилистических исполнений. Версия Custom предполагала ковровое покрытие, комбинацию ткани и винила, а также двухцветное рулевое колесо и ковшообразные сидения. Грузоподъемность по сравнению с первым поколением выросла до 544 кг. Как и модель Chevelle, в 1965-м Эль Камино получает новую переднюю часть V-образной формы. На решетке радиатора появляется эмблема Chevy. Задние фары и стоп-сигналы отделяют друг от друга. Становится доступна пара новых опций, в том числе AM FM радио, круиз-контроль и колпаки на колесах. Совершенно свежий внешний вид в 1966-м придал Эль Камино новый облик. Новая решетка радиатора и обновленные передние крылья добавили агрессивности передней части. Задние фонари вновь посоединились. Эль Камино 66-го также обзавелся новой приборной панелью и ремнями безопасности в базе. Как мы с вами уже знаем, ежегодный рестайлинг был свойственен для американцев 60-х, и 1967-й не стал исключением. Эль Камино также получил новую решетку, передний бампер, а также более широкие стоп-сигналы. Из интересных опций добавились травмобезопасная складывающаяся рулевая колонка, подушек безопасности тогда еще не было, полностью виниловая крыша и четырехзонный климат. Несложно заметить, что внешний вид и внутреннее убранство за 4 года второго поколения менялись довольно радикально, но как дела обстояли с производительной частью автомобиля? Изначально были доступны два шестицилиндровых двигателя, потомки той самой рабочей лошадки, которая устанавливалась в первом поколении. Имея объем 3,2 и 3,8 литра, они развивали по 122 и 155 лошадиных сил соответственно. Но в отличие от первого поколения, где эта рабочая лошадка была популярна, во втором они не сыскали славы. Покупатели выбирали более мощные и более престижные V8, которые были добавлены чуть позже. Первым в линейке появился знакомый нам V8 на 4,6 литра, также в версиях с 2- и 4-камерным карбюратором на 197 и 220 лошадиных сил. Еще позднее был добавлен V8 объемом 5,4 литра с двумя версиями на 257 и 300 лошадиных сил. Мощность зависела от наличия 4-камерного карбюратора и доработанной выхлопной системы. Первым масл-каром по праву считается Pontiac GTO с его V8 на 6,4 литра и 325 лошадиных сил. Самый мощный двигатель El Camino и Chevrolet на 5,4 литра немного не дотягивал до показателей GTO. Именно поэтому эти модели и нельзя было назвать первыми классическими масл-карами. А вот назвать El Camino первым масл-траком вполне. В погоне за Pontiacом Chevrolet в 1965 устанавливают на El Camino модифицированную версию 327-го мотора на 350 лошадиных сил вместо 257-сильного варианта. Эта малоплочная версия на 5,4 литра была доработана кованными поршнями и шатунами, а также головкой от Corvette. В остальном линейка двигателей остается почти без изменений. Рядник на 3,8 литра лишается злых валов, за счет чего мощность двигателя уменьшается до 140 лошадиных сил. А малоплочный двигатель объемом 4,6 литра лишается версии с четырехкамерным карбюратором. Chevrolet в свою очередь в 1965 получает Big Block на 6,5 литра и мощностью 375 лошадиных сил. На тот момент такой двигатель ставился только на Corvette и Chevrolet. Поэтому покупатели были очень взбудоражены, когда узнали, что в 1966 модельном году El Camino будет прилагаться с тремя версиями такого двигателя на 325, 360 и 375 лошадиных сил. В этом году 327-й мотор остался с версией на 275 лошадок, а к двигателю V8 на 4,6 литра вернулась его 220-сильная версия. Начиная с 1966-го El Camino становится популярным у любителей тюнинга и драг-рейсинга. Мощные моторы не перестают привлекать новых покупателей, увеличивая количество продаваемых V8 с каждым годом. В 1967-м список силовых установок сильно меняется. Во-первых, уходит шестицилиндровый двигатель объемом 3,2 литра. Вместо него добавляет такой же на 4,1 литра и 155 лошадиных сил. Версия двигателя с четырехкамерным карбюратором V8 на 4,6 литра уходит окончательно. А 327-й Smell Block получает версию на 325 лошадиных сил с измененной степенью сжатия. Самый топовый двигатель в линейке получает две версии на 320 и 350 лошадиных сил. Благодаря своим мощным моторам, Эль Камино второго поколения полностью разгромил Ford Ranchero по количеству продаж. В среднем, Chevrolet продавала по 34 тысячи экземпляров в год против фордовских 20 тысяч за тот же период. Ranchero только к 1967-му получил статус muscle car благодаря своему V8 на 4,6 литра и 315 лошадиным силам. Тем самым, General Motors взял реванш за 1960-й. Третье поколение Эль Камино в первый год побило все предыдущие рекорды и начало эру стабильно высоких продаж. Экземпляров 1968 модельного года было продано около 41 тысячи, что в 2,5 раза больше, чем количество продаж Ford Ranchero и на 18% больше, чем среднее значение объема продаж второго поколения. Эль Камино третьего поколения был почти на 20 сантиметров длиннее предыдущего и имел внешний вид полностью идентичный Chevrolet Chevrolet. Из интересных опций стали доступны стеклоподъемники, передние дисковые тормоза с усилителем и многое другое. Его можно было дооснастить по уровню комфорта до флагманских Бьюиков. Интерьер переделали, изменили материал отделки, включая ткань и винил. Эль Камино 68-го был доступен в трех комплектациях. Это стандарт и кастом, знакомые нам по второму поколению, а также отдельная версия SS. Имя SS или Super Sport известно всем покойникам Chevrolet еще с 1964-го, когда его добавили к имени Malibu. Но уже в 1966-м имя SS получило отдельную от Malibu комплектацию. Некоторые комплектации Эль Камино второго поколения по факту имели такую же отделку салона и линейку двигателей, как и версия Chevrolet SS. Но внешних отличительных особенностей, таких как молдинки или значки, не было. Версия SS отличалась затемненной решеткой радиатора, куполообразным капотом, колесами особого стиля и эмблемами SS-396. Впервые после возвращения в 1964-м у Эль Камино 69-го модельного года отсутствовали радикальные изменения в сравнении с предыдущим годом, как во внешнем виде, так и в отделке салона. Немного изменилась решетка радиатора, а фонари заднего хода переехали на заднюю дверь. Но в отличие от 69-го, 70-й стал для Эль Камино годом больших изменений. С уверенностью его можно было назвать новым поколением, но это был всего лишь рестайлинг. Совершенно новый внешний вид, квадратные формы, 15 цветов на выбор, 10 из которых были новыми для Эль Камино в принципе. Версия SS получила две полосы на капот. Такой вид определенно добавлял плюс 10 лошадиных сил к мощности двигателя, который также остался не без изменений, но об этом чуть позже. Опционально добавляет гидроусилитель руля. В 71-м модельном году отказываются от четырехглазого внешнего вида в пользу двухглазого, как у модели Монте-Карло 70-го года выпуска. Выглядело так, будто Эль Камино снял очки и выглядит максимально глупо без них. Если каждый модельный год Эль Камино был по-своему узнаваем, то о 71-м и 72-м этого сказать было нельзя. Отличия были, но незначительные. Боковые фонари 71-го были разделены, в отличие от версии 72-го. В 1968-м эра классических маслкаров была в самом разгаре. Такие гоночные соревнования, как Носкар и Драг Рейсинг становились все популярнее, заставляя автопроизводителей играть мускулами друг перед другом. В борьбе «У кого мощнее» участвовал и Эль Камино третьего поколения. 1968-й модельный год в плане силовых установок не сильно отличался от 1967-го. Рядные шестерки по-прежнему занимали свою нишу дешевых, надежных и неприхотливых двигателей, но по-прежнему не пользовались особым спросом. А вот 327-й V8 начал предлагаться в трех вариантах на 250, 275 и 325 лошадиных сил. В этом же году стал доступен еще один смел-блок, младший брат 327-го на 5 литров и 200 лошадок. Как и в предыдущем модельном году, в 1968-м были доступны две версии 396-го виг-блока на 325 и 350 лошадиных сил. Последняя версия двигателя устанавливалась только в комплектации Super Sport, но впервые в 1966-го опционально стала доступна и 375-сильная версия. В 1969-м El Camino впервые получает две версии 350-го смел-блока вместо двух версий 327-го. В остальном все остается так же. Такое ощущение, что инженеры Chevrolet в 1968-м году просто решили отдохнуть, оставив 1969-й модельный год почти без изменений. Но новое десятилетие показало, что отдых пошел им только на пользу. Во-первых, внешний вид автомобиля получил рестайлинг, сравнимый с новым поколением. А во-вторых, El Camino получил самые большие изменения под капотом за последнее десятилетие. Стали доступны два новых биг-блока объемом 6,6 и 7,4 литра. 402-й мотор был довольно распространенным двигателем с мощностью 330 лошадиных сил. Он устанавливался на такие модели, как Camaro, Chevy Nova, Impala SS и другие. А вот 454-й мотор Chevrolet имел две версии на 356 и 450 лошадиных сил и стал самой мощной версией El Camino в истории. Как и Chevelle, он получил функцию Call Induction, специально открывающееся окошко на капоте автомобиля для увеличения поступающего воздуха в двигатель. 454-й устанавливался на ограниченное число моделей Chevrolet, в том числе на Corvette и Monte Carlo. Количество проданных El Camino с таким двигателем было менее тысячи, вследствие чего коллекционная ценность в наше время очень высокая. Слишком радикальные изменения 70-го модельного года произошли и у младших двигателей. Отказались от рядника на 3,8 литра, а версия 396-го мотора осталась только в версиях на 350 лошадиных сил. Начиная с 70-го, госорганы начали вводить какие-никакие, но ограничения по содержанию CO2 в выхлопных газах. Если в 70-х автопроизводители еще как-то обходили эти нововведения с помощью системы Air Reaction, то в 1971-м появляется система контроля выхлопных газов, за счет чего уменьшается мощность почти всех двигателей, а 396-й убирают вовсе. Эра классических маслкаров в 1972-м наблюдала свой закат. Виной тому по большей части высокая смертность в ДТП с участием маслкаров. Отсутствие должной безопасности, несоответствие экологическим нормам, а также повышенная страховка заставила автопроизводителей снижать мощность автомобилей. В числе задушенных автомобилей оказался и El Camino, линейка двигателей которого кардинально меняется в плане мощностных показателей. Шестицилиндровый двигатель потерял 35 лошадиных сил. Самое большое количество лошадок потерял 7,4-литровый двигатель, около 150. В среднем же каждый двигатель лишился по 75 лошадиных сил. А комплектация SS стала доступна для всех двигателей. Вот где маркетологи BMW поглядели идеи для своего M-пакета. Но несмотря на это, в 1972-м году количество продаж превысило отметку 50 тысяч и составило 57 147 штук. Такое количество объясняется тем, что регуляторы еще не до конца отрегулировали то, что они там у себя регулируют. Закрученные гайки хоть и заставили автопроизводителей ограничивать мощность двигателя, но ничего не мешало покупателям снова их форсировать. Время четвертого поколения пришлось как раз на так называемую больную эпоху автомобильной промышленности США, когда цены на бензин скакнули почти в 4 раза после нефтяного кризиса 1973 года. Результатом стала смена вектора потребительского спроса. Более дешевой и экономичной иномарки становились популярнее дорогих и прожорливых американцев. Но как ни странно, наш герой именно в 1973-м показывает самые большие цифры продаж за всю историю. Чуть более 64 тысяч экземпляров. Как и прежде, за основу был взят Chevrolet Chevelle, а габаритные размеры выросли как в длину, так в ширину и высоту. Нормы безопасности становились все суровее, заставляя автопроизводителей заботиться о нас с вами, а не только ставить свои биг-блоки в железку с колесами. На El Camino появляется энергопоглощающий бампер для безопасности пешеходов, а передние дисковые тормоза теперь являются стандартными. Доработанная подвеска позволила держать дорогу лучше. Всего два варианта отделки позволяли выбрать между стандартным Classic и версией Super Sport. Последняя шла с двумя двигателями объемом 5,7 литра, мощностью на 145 и 175 лошадиных сил, а также старый добрый биг-блок V8 объемом 7,4 литра. Спустя год после введения ограничений, этот двигатель подрастерял еще лошадок. Окончательная мощность составила 245 лошадиных сил. В комплектации Classic был также доступен Smell-блок на 5 литров и скромный 115 лошадиных сил. Сейчас Lada Vesta с двигателем 1,8 немногим мощнее. 1974 не принес каких-либо серьезных изменений. В стиле решетки радиатора стал походить на мерседесских времен. Добавилась парочка новых отделок интерьера, а комплектация Classic стала самой роскошной. От 5-литрового двигателя отказались. Теперь базовым стал 350-й мотор, мощностью 145 и 160 лошадиных сил. В линейку также вернули биг-блок объемом 6,6 литров. Эхом кризиса 1973 года стал 1975, когда продажи всего рынка США сильно упали. Одним из тех, кто пострадал больше всего, стал Chevrolet, потеряв почти 32%, по сравнению с тем же 1973 годом, когда продажи били все рекорды. Еще печальная была ситуация с El Camino. Падение продаж почти в два раза, если сравнивать с 1973. Не спасли ситуацию даже обновленная решетка радиатора, модернизированная подвеска и возвращение так всеми любимого рядника на 4,1 литра в качестве базового двигателя. Еще одним значимым моментом 1975 года стал отказ от версии SS, как от версии с самым мощным мотором. Теперь и до конца выпуска версия SS это просто комплектация, которую можно было заказать с почти любым мотором. В 1976 году El Camino получает возможность выбрать сразу две внешности. Версию стандарт с круглыми фарами, как у предыдущего модельного года, и двойные прямоугольные фары для всех остальных комплектаций. В сочетании с новой решеткой радиатора автомобиль получил строгую внешность, как будто на озорного мальчишку надели Смокина. Линейка двигателей лишается флагманского биг-блока объемом 7,4 литра, вместо него приходит 140-сильный смел-блок. Последний, 1977 модельный год четвертого поколения, уже полностью переходит на внешность с квадратными фарами. В остальном все остается почти без изменений. Продажи El Camino к концу выпуска этого поколения потихоньку приходили в норму. За 1976 и 1977 год в среднем было продано 48 тысяч экземпляров, что очень неплохо для эпохи недуга. По сравнению с продажами Chevrolet, это была капля в море, но и El Camino был довольно специфичной машиной. Во время любого кризиса кто-то зарабатывает, а кто-то теряет. Так, к концу 70-х доля рынка иностранных автопроизводителей из Японии и Европы выросла в разы. А четвертое поколение El Camino растеряло все свои лошадиные силы в погоне за экологичностью и безопасностью. Увеличенные габариты и слишком много металла подталкивают нас на вполне закономерный вопрос. Можно ли теперь назвать его маслкаром? Может это уже больше маслтрак? Вот и в General Motors были этим озадачены. Нужно было что-то с этим делать. В первую очередь, пятое поколение лишилось почти 250 килограмм, а габаритные размеры стали меньше, чем даже у третьего поколения. К сожалению, растерянные лошадки было уже не вернуть. Мощность двигателя последнего поколения El Camino не превысит отметки и в 200 лошадиных сил. До этого El Camino никогда не был самостоятельным автомобилем. Он всегда был основан на какой-то модели. Chevrolet Chevelle прекратил свой выпуск в 77-м, и поэтому пятое поколение El Camino 78-го модельного года было основано на Chevrolet Malibu и предлагалось в четырех версиях. Black Knight, Conquista, Classic и Super Sport. Линейка двигателей состояла из четырех моторов. Базовым стал новый V6 объемом 3,3 литра с 90-градусным углом между цилиндрами. В семье не без урода, а в США не без Калифорнии, где такой двигатель не проходил по нормам выбросов. Поэтому El Camino именно в этом штате стали устанавливать 115-ти сильные V6 от Buick объемом 3,8 литра. Два Smell-блока V8 на 5 и 5,7 литра были от предыдущего поколения. Совершенно неожиданно начался 79-й модельный год, когда версия Black Knight была заменена на Royal Knight. Такие изменения произошли в результате судебного иска на General Motors за использование чужого товарного знака. Доподлинно неизвестно, кто именно подал этот иск. Но есть две версии. Это могла сделать либо компанию по производству игровых автоматов, либо сам Стэн Ли во главе компании Marvel. У последнего был такой персонаж комиксов, как Черный Рыцарь. Выпуск данной версии El Camino был приостановлен еще летом 78-го. И по некоторым данным за полгода было выпущено от 1200 до 2000 экземпляров. Можно представить, какую огромную коллекционную ценность эта версия представляет сейчас. Но кроме этой истории, 79-й модельный год ничем более не запомнился. Разве что немного изменилась решетка радиатора, и появился новый двигатель V8 на 4,4 литра. 80-й начинается с увеличением объема двигателя V6 с 3,3 до 3,8 литра. А от 350-го мотора отказываются вовсе. Интересные изменения происходят в 81-м, когда El Camino получает электронную систему контроля выхлопных газов. Линейка двигателя остается такой же, но из-за новой системы лошадиные силы вновь теряют своих бойцов. Экологические нормы и топливная эффективность делают свое дело. В начале 80-х продажи El Camino падали с 54 тысяч в 78-м до 36 тысяч в 81-м. Автопроизводителям в 82-м принимается решение прекратить выпуск El Camino на платформе A-Body, которая служит ему еще с 1964-го, почти 18 лет. Новой платформой становится J-Body, на которую также переезжают такие модели, как Монте-Карло и Малибу, а также некоторые модели Олдс Мобайла и Пантиака. Внешний вид получает свой последний рестайлинг в этом поколении, да и в истории марки в принципе. В 87-м модель El Camino снимают с производства. На новую платформу J-Body впервые ставят дизельный двигатель V8 объемом 5,7 литра, мощностью всего 105 лошадиных сил. Дорогое обслуживание и плохая надежность погубили репутацию этого двигателя, который уже в 84-м прекращает свой выпуск. В 83-м V8 на 4,4 литра убирают из линейки, оставив 5-литровый смел-блок отдуваться за двоих. В 85-м оставляют всего два двигателя в линейке, V6 объемом 4,3 литра и 5-литровый V8. Таким тандемом они и продержались до конца выпуска El Camino. В 83-м Chevrolet заключает контракт с компанией Chuchu Customs, в результате которого одна из версий El Camino начинает продаваться с обновленным внешним видом, суть которого состояла в новом аэродинамическом обвесе, наклейками SS, пролиненными шинами и во многом другом. Кастомную версию продавали только с 5-литровым V8 вплоть до 1987-го. Эта версия интересна еще тем фактом, что в 85-м была выпущена специальная версия Pacecara для серии гонок Aerox S. Автомобиль имел стробоскопы в головной и задних фарах, индивидуальную окраску, наклейки, 16-дюймовые колеса с одноразовыми шинами Goodyear и дополнительный манометр давления масла. Chuchu Customs выпустила около 15 копий Aerox C для продажи коллекционерам. На данный момент оригинальная версия Chuchu Customs стоит очень хороших денег, что уж говорить о 15 копиях Pacecara. Сегодня El Camino с таким аэродинамическим обвесом может быть обычным пятым поколением, так как после окончания производства Chuchu Customs довольно долгое время продавала обвесы в этом стиле для El Camino. Продажи пятого поколения в период с 1982 по 1987 держались в среднем на уровне 21 тысячи экземпляров. Но как в это время продавался его главный друг, враг и вдохновитель Ford Ranchero? Ford прекратил выпуск своего Uta еще в 1979 по двум причинам. Во-первых, по продажам Ranchero сильно уступал тому же El Camino, у которого в 1971 появился брат-близнец на базе GMC, также отбирающий долю рынка. А во-вторых, Ford планировал начать выпуск компактного пикапа Ford Ranger в 1983, и ему не нужен был конкурент в лице Ranchero. В 1988 Chevrolet отказалась от платформы J-Body, и почти все модели были перенесены на платформу W-Body с переднеприводной компоновкой. El Camino еще в 1983 был одним из самых последних наследников классических маслкаров. Если бы Chevrolet решились на смелый ход и выпустили El Camino с передним приводом, то, как мне кажется, поклонники бы этого не поняли. По этой причине и по причине и так низких продаж было решено прекратить производство в 1987. Так, кем все же является этот фрукт? El Camino. J-Body подходит как под описанием маслкара, так и под определением маслтрака. Однако, не принципиальное, но все же важное различие есть. И вот оно. Не поняли? А так, именно наличие съемного кузова делает пикап пикапом. У кузова YUT оно цельное и является частью кабины. Снять его не получится. И по моему мнению, это все же маслкар. А вы для себя что решили?